Вся жизнь была, вся жизнь, вот как-то, даже вот как нельзя передавать, вся радость, вот вся радость была, батюшка. Я жила им, все вот дышала, так сказать, вот, что службы были, что такое вот, не знаю, вся мне была страшная радость, страшная благодать была, я не чувствовала тяжести своего креста. Сейчас, конечно, очень не знаешь, кому рассказать, так вот скажешь, Матерь Божия, ну разуме, мне некого спросить, бывает такое вот, а так. Был бы батюшка, жил бы, надо было, может быть, все немножко иначе, но на все воле Божие, вот, на все воле Божие, значит, значит, нам надо притерпеть что-то вот, и самим быть более самостоятельным теперь. Конечно, очень сложно это, легко было, когда батюшка сказал, вот так делайте, и делаешь, там, хочется, не хочется, а делаешь. А теперь, как делать, как поступить? Сейчас там и не знаем, как, колеблемся в своих взглядах, как лучше поступить, но уже на своих ошибках начинаем научаться. Чашу, которую я пью, и вы будете пить, обещал Спаситель своим ученикам, и через них всем, кто найдет себе мужество, идти по стопам его. «Страдания и скорби – удел всех избранников Божиих, потому что эти страдания – сострадания Спасителю, тайны искупления рода человеческого и искупления от греха, непрерываемая в веках чаша любви Христовой. «Вы – соль мира», – сказал Спаситель своим ученикам, – то есть сущность и смысл существования этого видимого творения. «И пока существуют те, кто по своей любви к Господу и к падшему человечеству пьет его чашу, будет существовать этот мир». Именно в этих страданиях и скорбях во всей полноте раскрывалась величие и красота духа Отца Зосина. А болезни у него были такие, что, как говорили врачи, «хватило бы, чтобы умереть и на десятернах». И первое, поражало, изумляло, приводило в трепет, это то, как старец при таких болезнях не только живой, но и служит, и сам утешает страждущих. Он очень болел, очень болел. Однажды было так. Температура была у него за 40, вызвали скорую, скорая приехала, сказали постельный режим, ни в коем случае не подниматься. И вот он, батюшка, выглядывает, говорит, ну что там Катька, Катерина здесь была, уборщица, уборщица у нас звонит, колокола. Говорит, Катька, ну что, они там за угол заехали? Заехали. Он здесь красный, боже мой, больной. Катька, звони на вечернюю, во все колокола. Добра у него было, конечно, очень много. Он был человек великий в этом отношении. Как бы ни тяжело не было ему, какой он больной не был бы, а всегда уделить время человеку, если чувствуешь, то нужно ему уделить время. А таких, конечно, которые приходили, батюшка, что мы не рабыть, сын Пье, невестка, курия, что-то такое. Он говорит, ну что я тебе скажу, что сын Пье, как ты его воспитал? Вот теперь получаешь. Если бы держал его строгостью с детства, он бы в храм ходил бы, Божий. А такие люди, которые нуждались в помощи, поддержке, подсказке какой-то, разъяснить ему что-то, он всегда наедет время, хотя и сам очень был больной. Бывает проповедь, говорит, вот. А потом, еще я тут не жил, помню, проповедь долго, говорил, уже вышел в сам храм и продолжает говорить. А потом надо же уезжать, кинулись, а нет, а я говорю, Николай, поехал за доктором. Как за доктором? Да, батюшке плохо, температура, без памяти лежит. Ложился он после своего вечернего правила около двух, а в четыре утра у него опять уже загоралась лампочка. Он читал утренние правила, и никто не знал, сколько ему это стоит. Но мера его лет исполнялась. Свеча его жизни догорала, как сам однажды сказал батюшка. Расквал, я уйду от вас. Последние деньки моей жития уже на земле остаются. Вечером 28 августа его состояние резко ухудшилось. В храме в это время совершался чин погребения Божьей Матери. До последнего своего вздоха он пребывал в молитве. Последние слова батюшка проговорил с закрытыми глазами. Матерь Божья, открой царские врата. После этого он отошел к Господу. Это было ночью 29 августа. В ту ночь вся Русь оплакивала свое сиротство. Это же было ночью, случилось как раз. В это время было погребение плащницы Божьей Матери. Совершался чин. Батюшка первый раз благословил ночью совершать этот чин. И пришли, нам сказали, что батюшки уже нет. Ну и на проповедь вышел батюшка наш, который служил тогда. И сказал, что так и так, как успеешь Божьей Матери, как раз посочниться. Матерь Божья умерла, и Господь взял ее душу на руки, как мы видим на иконе. Так и батюшка наш недавно отошел из своей меры. Вся церковь, конечно, закричала, завопила. В это время кричать церковь, я сидел в Панамарке, в это время икону писал, как обычно я пишу иконы. Вот. Ну, другой нашелся, дьякон подбежал. Братья, сестры, чего кричать, чего унывать. Мы же православные, как же так. Батюшка все равно с нами. Как-то раз, быстро она успокоилась. Вот. Конечно, скорбь была большая до сих пор. А скорбь, конечно, остается. Хоть уже прошло три года после кончины батюшки. Не верилось, что батюшки нет. Потому что он в душах нашей стены остается. Остается. Так закончилось время его земной молитвы. Батюшка любил Бога так, как мы не умеем любить. Или не желаем. По черствости своих сердец. Батюшкины болезни являются для нас укором. Мы здоровые, жизнерадостные, полны сил. И не любим Бога так, как любил Он. Больной, немощный и страдающий старец. Батюшка Засима с нами. Он не покинул свою родитель. И печется обо всех, кто приезжает к нему. А ко мне приходите, как к живому. Все расскажите. И я услышу и помогу. Батюшку стали больше любить. И те, которые его не знали, начали приезжать. Они там в книге отзывов всегда пишут, многие из них пишут, что слава Господи, что у нас есть батюшка такой. А мы, наоборот, думаем, жалко, что батюшки у нас нет уже, что ушел. Которые знали его. Мы считаем, что он ушел от нас. А те, которые не знали его при жизни, а теперь уже узнали через других людей, теперь говорит слава Богу, что батюшка у нас есть. То есть они тоже его приобрели, как батюшку. Потому что они обращаются к нему тоже с верой, с любовью, с надеждой, что батюшка им поможет, как батюшка обещал нам. Приходите, как всегда, на могилку. Вот и все, братья, все как будто бы. Прошу прощения уже. С Богом оставайтесь, ангелом вам всем, хранителем. Продолжение следует...